Историю темы Сол Макоса. Большинству современных милованов известны благодаря композиции Рианы «Don't Stop the Music». Можно было бы назвать и «Как заработать на штрафах за нарушение авторских прав больше, чем на авторских правах». А теперь, как и полагается, немного истории этой знаменитой мелодии. В конце 60-х в Северную Америку из Парижа переезжает тогда еще никому неизвестный, но очень энергичный камеронец Ману Ди Банго. Он настолько заразительно играл на саксофоне и вибрафоне, что вокруг него немедленно образовался коллектив, заигравший современно непривычный для США афроджаз. Поскольку эта музыка действительно была крайне нетипична для Северной Америки, никакого ажиотажа вокруг творчества Ману Ди Банго не намечалось. Но в 1972 году по просьбе национальной сборной Камеруна совместно с камерунским поэтом Инно Белинго Ману Ди Банго написал песню для выхода сборной Камеруна на играх Кубка Африканских Наций, песню Сол Макоса. И несмотря на то, что пластинка с песней вышла во Франции в том же 1972 году, винил таки попал в бруклинский музыкальный магазин, где его нашел диджей Дэвид Манкузо. Влюбившись в композицию, Манкузо буквально запилил ее, играя на пати в клубе The Loft. Поэтому буквально через пару танцевальных уикендов Дэвида Манкузо все копии пластинки Ману Ди Банго, привезенные в Нью-Йорк, оказались раскуплены. А композиция зазвучала на популярной афроамериканской радиостанции WBLS, что в результате сделала Сол Макоса первой африканской композиции, попавшей в сотню билборд. Спустя 10 лет, тогда еще ничего не понимавший в авторских правах, но с детства любивший мелодию Сол Макоса, Майкл Джексон решил отдать дань уважения к композиции, использовав ее фрагмент в хите Wanna Be Starting Something. А уже через месяц после релиза альбома Триллер, адвокат Джексона во внесудебном порядке выписывал чек в качестве компенсации за использование мелодии без разрешения. Та же участь в 2007 году постигла Риану и авторский дуэт Старгейт во время записи знаменитой Don't Stop The Music. Им вздумалось, что Сол Макоса это какая-то народная африканская мелодия, а значит свободная от авторских прав, а значит ее можно сделать частью своего нового хита. Но поскольку Ману Ди Бангу был тогда даже жив и пребывал в здравом уме, через несколько недель после премьеры, агенты Рианой и Старгейт также во внесудебном порядке выписывали чек камерунскому музыканту за использованную без авторского разрешения мелодию Сол Макоса, написанную, напомню, для выхода на поле в футбольной сборной Камеруна. Свежие откуда ноты растут. Не пропустите уже завтра здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова